Всем привет. Это мое рабочее место. Я себя оборудовала на втором этаже. В общем, я сейчас немножко расскажу про лампа. Необычная лампа. Во-первых, я нашел информацию, что для работы нужна светодиодная лампа 4000 кельвинов. Да, я правильно, по-моему, так. 4000 кельвинов. В общем, это аналог дневного света. То есть там, ну, стараемся, вот, стараюсь выбирать такие лампы. Я, значит, ее сделал из миски. Вот тут у меня идет этот выключатель туда, вот он идет и в розетку. Вот. Вообще она у меня планировалась под автономку. То есть, если не будет света через аккумулятор, значит, есть стабилизатор, так как там светодиодка. А это я вот полоску пищи бумаги вот этой вот сделал из двух таких полосок. Она позволяет, то есть она глаза не засвечивает, а в темноте она вокруг еще светит. Вот. Сейчас я что-то хотел. А, вот тут удобная у меня рабочая поверхность. Это стол. Он обычно пустой, просто я сейчас, ну, в работе. А вот, собственно, все инструменты и принадлежности. Тут тетрадки. Вот. Они на полке. Так. Сейчас у меня появилась такая вот тема. Сейчас я расскажу. Значит, слушайте, вот маркетологи обнаглели конец, я хочу сказать. Электросамокаты я тут занялся изучением. Значит, что я хочу сказать. Мне не нужен их готовый электросамокат. У меня есть самокат мой, значит, ну, вот обычный, там, бибиту. Значит, и что я хочу сказать. Вот едешь в режиме электро, допустим, да? Вот там человек. Сейчас я пониже опущу. Нет, я возмущен, потому что, ну, настолько это очевидно. Ну, когда-нибудь к этому люди придут, конечно. Значит, мне нужен обычный самокат, на котором я могу вот толкаться и ехать. Значит, на одной из колес крепится вот этот самый обрезиненный, через обрезиненный ролик. Крепится механизм, напоминающий эту литиевую аккумуляторную дрель. Я даже видел, что так делают. Но там, конечно, с аккумулятором. Вот. А на спине у вас рюкзак, в котором, собственно, аккумулятор, пусть он даже будет весить килограмм, я не знаю, там, пять. От него идет провод вот на это устройство. Это должно быть съемное. Не должно быть это, вот они нам сейчас продают, вот это, Кугу, да, вот это вот. То есть, они совершенно цифрового дизайна, вот эти самокаты. Причем, я наблюдал, что он превращается в утюг, когда он садится. То есть, вы, вплоть до того, что, по-моему, на нем нельзя просто ехать и толкаться. Он не предусмотрен для этого, он тяжеленный. Вот. Уж не говоря про вот эти внедорожные, да, версии самокатов, там, с амортизаторами. Вот. То есть, я хотел свое вот возмущение с вами поделиться. Вот, что проще. Все в рюкзак положил. Мне, для моих целей, электросамокат нужен вот два раза в год. Допустим, доехать до электрички, чтобы не толкаться тут бесконечно, не потеть. Вот. На стате построили остановку автобусную. Вот. Неожиданно прямо удача. Вот. Значит, ну, собственно, тема электросамоката. Сейчас я что-нибудь, может быть, интересное не знаю, голова не соображает. Еще простыл. Вот грибы, говорит, пошли идти, говорит, за грибами. А что мы в сыром лесу как-то не знаю ходить. Вот занимаюсь, знаете, чем? Делаю записные книжки. Значит, я, ну, вот, библиотечный работник. Знают, что порванная книга, она чинится. Значит, это называется биндинг. Если вы будете вот в ютюбе искать. Значит, сшиваются сигнатуры. Сейчас я покажу. Значит, в своей основе обычная школьная тетрадка. Я причем на озоне нашел тетрадки, в которых вот эти линейки бледные. Это очень важно. Вот видите, как получается прикольно. То есть, она практически... Просто я знаю, что бывают очень яркие. И вот эти полоски, они жутко раздражают. А это именно бледные. У меня вот нет сравнить яркую. Значит, что я делаю? Я обрываю, знаете, в прямом эфире оборвем. Вообще надо мастер-класс по этому, по сшиванию. Вот, пишите. Если надо, я запишу прям отдельное видео. Вот. Значит, что мы делаем? Вот здесь вот, видите, скрепки двух местах. Значит, я... Во-первых, у меня есть размер. Размер. То есть, в чем смысл вот этого вот сигнатурного сшивания, биндинга? Что, видите, вы кладете, она у вас вот в разложенном виде, чуть ли не остается такой. То есть, она позволяет комфортно писать. Причем, я сейчас сделал модель записной книжки, в которой линейки расположены, как бы, вдоль длинной стороны. А это еще круче оказалось. Это оказалось, что это практически тетрадка. То есть, если вы, например, пришли на лекцию, и вы пишете вот сверху, пошли, 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 переходите вниз. То есть, у вас рабочая поверхность. Во! Вот. А в сложенном виде это записная книжка. То есть, прикиньте, да, здорово. Я, собственно, на лекциях оттаскал эти тетрадки. Вот. Ну и, собственно, здесь, значит, сколько? Ну вот, штук... Штуку девять. Вообще, надо нечетное число. Знаете почему? Потому что у меня средняя сигнатура, она должна быть посередине, чтобы я тут резинкой прихватывал. У меня тут записные книжки вот такого плана. Вот. А записных книжек много есть видов, вплоть до маленьких. Вот это паспорт, например, сайз. То есть, это вот... Вот что-то есть какие-то мысли. Вот. Можно делать из клеечатой бумаги. Вот. Я вот всё хочу, знаете, найти тонкую, неразлинованную. А! Значит, ещё я встретил последнее, наверное, что скажу. Ну, вообще, вот напишите, нужен ли видос. Да, в принципе, я его, наверное, запишу. В любом случае. По прям вот сшиванию в прямом эфире. Значит, тут я широким лейкопластырем. Я не заморачиваюсь. У меня, во-первых, на клей аллергия, на ПВА. А вообще, по профессиональному биндингу. Тут у них, значит, прессом сдавливают. Потом чуть ли не пилой пропиливают. В общем, ребят, давайте делать как проще. А там посмотрим, может быть, этого будет вообще достаточно. Вот. А! Что, значит, последнее скажу. Вот вы знаете, есть линейка, да, раздлиновка. Есть клетка. А вы в курсе, что появилась третья версия? А! Я тут видел тетрадку. Слушайте, это так прикольно. Значит, вот такая же бледности, как вот эта линейка. Видите, она почти не видно. Не линейки, не клетки, а точки. То есть, они где-то сантиметр на сантиметр. Такие вот слабенькие точки. Представляете, как здорово. Я даже настолько обрадовался этому. Ну вот надо вообще, что я сделал такую раздлиновку на паре листов. Ну, обычной бумаги. Вообще, надо... Я знаю один магазин, где всё для констоваров. Вот. Надо поискать тетрадки. Слушайте, это прикольно. Ну, только я, что ли, понимаю, что это прикольно. Ну, это здорово. То есть, хочешь, пиши. Вот. Хочешь, рисуй. Хочешь, точки. Вот. Клетку не люблю, не знаю. Она ещё и яркая бывает такая, что... Вообще, я учился же в советской школе. У нас были и текущие ручки, и вот это смазывающиеся. А, вот тут записные книжки. Ну, разного формата пробуем делать. Вот, например, этот самый, как это говорят, песенник. Ну, вот здесь обложка, конечно, дубовая. Вот, какая-то ближе к квадратной. Ну, это тоже требует. Требует. Тут вот свои-то особенности. Вот, делаем такие закладочки. Всё. Наверное, пока всё. Вот. И буду думать вот о видео про... Ну, вот, про вот эти записные... Это всё родилось у меня с просмотра видео про англоговорящего. Про вот это... Джорнал. Как это? Bullet Journal, да? Bullet Journaling. Там и прочие вот эти все вещи. Вот. И там вот эти форматы я вам все расскажу. Вот, точно. Надо мощное видео на эту тему. Там есть Field Notes, Travel Notes. У меня все эти даже книжки есть. А сейчас такое вот. Я, чтобы мыслим немножко взбудоражить. Это что-нибудь новое. Всё, ребята. Спасибо. Большое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok